добрый день дорогие друзья меня зовут оля добро пожаловать на мой канал сегодня мы с вами будем делать венок венок не совсем обычный я его делала из коры и самый обычный простой декор в общем хочу с вами поделиться этой идеей а теперь давайте начинать основа у меня это гофрокартон вырезала с помощью крышки от большой кастрюли сковородки в общем диаметр круга 27 28 сантиметров ширина сам самая полоски где-то 5 сантиметров и я хочу сделать веночек объемным и для этого я взяла пупырчатую пленку и обматываю малярным скотчем можно взять любой полиэтилен старые газеты старые журналы в общем все то что есть дома полностью сделала его объемным и теперь нам нужно все это спрятать я декорирую тканью у меня это рогожка серого цвета я разрезала на полоски 10 сантиметров так как не было у меня цельного кусочка и также обматываю плотно слегка натягивая ткань это может быть не обязательно рогожка можно взять любую другую ткань в цвет можно взять мешковину все то что есть у вас дома даже это может быть листовая сезаль основа готова я срезаю лишние нитки которые торчат чтобы они у нас потом нигде не выглядывали и нужно сделать петельку петельку я делаю из бечевки почему-то очень часто забываю венках делать петельки из с похватывать буквально в последние моменты в общем делаю петельку завязываем фиксирую чтобы надежно тоже держалась все основа готова и теперь приступаю к обклеиванию корой кора у меня это наполнитель для орхидеи купила я это в цветочном магазине и если честно я думала что на самом деле все эти небольшие кусочки гораздо меньше пересыпаю их в тарелку для удобства как видите они у меня крупноватый и при декоре при приклеивании я буду их немножечко разламывать да и сами эти сегменты они слегка влажные видимо так должно быть для орхидеи но а так как они очень тонкие в принципе при приклеивании они у меня практически сразу все и подсыхали если вы будете использовать кору которую собирали самостоятельно то нужно предварительно обязательно все как следует просушить влажная кора не будет держаться будет отпадать обязательно просушивайте и я начинаю уже обклеивать сначала выбирала кусочки такие более средний по ходу своей работы я поняла что нужно еще мельче их разламывать делать совсем маленькие кусочки в общем обклеиваю где-то старалась очень близко друг другу приклеивать где-то даже в нахлёст друг на друга приклеивала старалась так чтобы у меня не оставалось пустых мест не оставалось никаких зазоров если где-то все-таки они оставались то я прятала прям наклеивала сверху еще совсем маленькие кусочки коры и таким способом я отклеивала весь весь свой венок очень интересный получился мне очень нравится эта идея для весенних венков это самое то если еще и декорировать чем-то интересным в плане весеннего декора то в принципе это будет очень красиво красиво смотреться несмотря на то что венок кажется массивным и объемным он вообще не тяжелый очень легкий получился видится макра она в принципе очень легкая готов мой венок вот так вот он уже выглядит готовым полностью обклеенным и с обратной стороны тоже в принципе все красиво и аккуратно и теперь декорирую ничего быстрее и проще я не придумала как задекорировать розами хотела сделать что-то весенние весенние цветы но очень торопилась и хотелось поделиться с вами именно этой работой этим способом обклеивания венка декора венка поэтому сделала розы которые делаются быстрым видео есть на моем канале ссылку я оставлю в описании под видео переходите смотрите если вы еще не видели а я приступаю к декору просто приклеиваю розы и цветы и листочки а вы можете декорировать по своему вкусу по своему желанию по своей фантазии что вам придет на ум или взять мою идею … 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Основной декор у меня уже приклеен и я хочу добавить немного еще ягодок для того, чтобы оттенить свой декор и разбавить цветы. Была идея у меня еще и покрасить сам венок, но белый цвет я не стала красить, потому как это оказалось бы уже какой-то зимней новогодней работой. Розовый цвет мне показалось на этой коре будет смотреться не очень красиво и все-таки я решила оставить в таком виде. И на этом мой венок готов. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока, до новых встреч!